Добрый день, уважаемые коллеги! Компания Директ Медиа рада вас приветствовать в нашем очередном вебинаре, который, уверен, займет ваше внимание, должен, по крайней мере, захватить ваше внимание и должен вызвать у вас вопросы. С нами, как всегда, присутствует Татьяна Викторовна в качестве... Татьяна Викторовна, вы какую сегодня себе хотите сами выбрать роль на выбор? Эксперта, кролика, педагогического кролика, над которым проводятся эксперименты, или просто слушателя, который только слушает и ничего не спрашивает? Скорее, говорящего слушателя, что-то типа диджея. А скажите, как уважаемый гость? Хорошо, уважаемые коллеги. Скажите, как уважаемый гость? Татьяна Викторовна побаивается за страшную тему, она предпочитает меня расспрашивать, изображая новичка. Не изображая, а являясь. Новичка. В этой теме. Причем она сама еще не подозревает, в каких-то вопросах она внезапно, я ее не предупреждал, но я так чувствую, окажется хорошим экспертом. Вы так хорошо смотрите в камеру на меня. Профессионально, Татьяна Викторовна. Идем дальше. Зарядно тренировались. Тему я уже не буду объявлять. Машинное и мобильное обучение по проекту SoftSkills, кто не слышал, это мягкие навыки, такие неформализованные, где трудно заранее каждому все прописать как стандарт, но есть ощущение новизны, есть ощущение чего-то нового, эффектного, эффективного. И это все называются такие мягкие навыки SoftSkills. И мы сегодня будем пытаться объединять машинное, роботизированное обучение и мобильное обучение. Перед этим вебинаром Татьяна Викторовна подготовила некоторую статистику, от которой ей самой страшно. Не пугайтесь, Татьяна Викторовна. Да нет, я не пугаюсь, просто вот эти слова машинное обучение, искусственный интеллект, это везде и всюду начинает маячить, и оценки, когда начинаешь смотреть, совершенно разные. А то ужас, кошмар, какой, да, какой восторг. Это у вас критическая мышь, это у вас критическая мышь. Нет, я просто смотрю разные отзывы, поэтому еще не определилась хорошо это или плохо, и естественно, я решила посмотреть, а вообще каково же отношение. Уважаемые коллеги, давайте посмотрим эти страшные цифры. Татьяна Викторовна посмотрела статистику Google по всему миру за последние 2008, за последние 8 лет. 4, 8. 4. 8, 8, 8. 8 лет, как постепенно, постепенно искусственный интеллект, который появился, зародился еще где-то в 40-е, 50-е годы прошлого века, он действительно уже тогда, теоретически потом реально применялись такие технологии, как рост. Здесь присутствуют библиотекари, как я понял, кто у нас сотрудники библиотеки, пожалуйста, напишите. Поднимите руки. Какую, ну пусть плюсик, да, вот сотрудники библиотеки. Напишите плюсик, добрый день, чтобы мы примерно знали. Оказывается, сотрудники библиотеки, я вот общаюсь, индивидуально выходят, они являются... источниками передачи новой информации, новых знаний сами, не только их книги, но и они сами. Некоторые спрашивают, вот мы хотим провести вот это, хотим какие-то новации, потому мы рады вас здесь приветствовать. И обратите внимание, с точки зрения даже интересов читателей, вот слово машинное обучение по-английски, как тоже растет последние годы. Это значит, и вам тоже это важно знать. Популярность слов искусственный интеллект, вот тоже, как мы видим, растет, растет, скачками, растет. Слово это искусственный интеллект уже становится трендом, его часто применяют, например, искусственный интеллект, понятие умный дом, где все умное, все начинает... Нет, здесь вот это вот, несколько примеров насобирала, я просто пыталась понять, что это за зверь такой, с чем его едят. Ну, давайте, расскажите. Кругленькая, вот этот вот крошечный микрофон-кокон, это разработка, которая с помощью микрофона определяет шаблон звуков дома. Поэтому по ночам не надо вскакивать, если происходит что-то дома, выяснять, что же там такое. Он сам в случае опасности подает сигнал, то есть он составляет такой звуковой шаблон дома. Ну, еще несколько вариантов, там, ну, известный автомобиль без водителя, такая популярная сейчас тема. Ну, да, уже, да. Конечно, недоработок. Интересно мне попалось, что он иногда лося воспринимает как целлофановый пакет и старается ехать на него. То есть что-то там еще недоработано, я так понимаю, каким-то образом связано с машинным обучением. Да, ну, то, с чем мы постоянно сталкиваемся, заказы МакАвто, там тоже, оказывается, стоит очень серьезная программа искусственного интеллекта по распознаванию голоса. Нужно отчленить все шумы, все топот копыт, пыль по полю летит, да, скриптилегии и выявить именно голос заказчика и считать именно его. И оказывается, это очень серьезная программа искусственного интеллекта. И виртуальный ассистент, то, что часто сейчас используется, вот это пример шведского банка, Sweetbank, по-моему, в 2011 году они установили этого виртуального ассистента компании Нюанс. Нина, по-моему, у них называется. И, в общем-то, где-то около 30 за год. А, в 2014 году они его установили, а в 2015 провели исследование статистически. Оказалось, что около 30 тысяч звонков принимал виртуальный ассистент в течение года. А это 80% всех звонков, которые приходят за год в банк. То есть колл-центр уже... Ну, мы с Михаилом Павловичем сомневаемся, что это так все здорово. Особенно, когда шаги по классу идут, как это прикрутить, как обучению. Тогда машина сама едет, уже задавила, говорят, в Америке несколько человек, это сама машина. Так вот у меня тоже возникают сомнения, Юрий. Говорящий, вот-вот-вот. Насколько это хорошо? Мы все сомневаемся. Насколько это хорошо? А как вообще? Я не понимаю просто, как можно машину научить вот это вот все делать? Нет, ну хорошо, он понимает. Можно, можно. Только не факт, что это нужно. Давайте как раз вот об этом поговорим. Включай говорящую лошадь. И мы даем определение. Может быть, да, вот даже сомнения есть. На самом деле, сомнения, кто-то сказал, великий ты источник истины. Кто? Не Маркс, я не помню. Давайте будем сомневаться, никому не верить, только фактам. Но вот определение, мы видим на экране, даже его читать не буду. Татьяна Викторовна, вы же не будете читать? То, что и так видно, да? И таких функций, целое направление занимаются. Делится на машинное обучение, делится по направлениям, действует на основе мат-статистики, численных методов оптимизации, Татьяна Викторовна. Но я понимаю, что вы этого не знаете. Теория вероятности дискретного анализа. Многим это страшно, да, Татьяна Викторовна? Из всего этого я знаю только теорию вероятности и что-то там с Эйнштейном связано. Больше я ничего там не понимаю. Единственное, что я поняла, что машинное обучение – это то, как научить вот этот искусственный интеллект, распознавать голос, лошадь ли это ржет или клиент. И образы людей, и преступников толпе. То есть это или целлофановый пакет на дороге. А вот зачем преподаватели машины обучили? Да, да, да. Я не понимаю. Мне бы тут студентов научить, а мне говорят еще научи машину думать, господи. По-моему, это не та презентация, потому что я здесь писал другое. Нейронные сети нету. Уважаемые коллеги, я занимался многим, в том числе и моделированием, и нейронными сетями. Ну, например, по базе данных о продаже различных квартир, риэлторы определяют справедливую рыночную цену других новых квартир с учетом массы показателей, удаленности от метро, наличия телефона и так далее, и так далее. Пока это представить в обучении, в образовании я не могу, чтобы мы скапливали туда наши практики, нашу впиваемость, посещаемость, качество нашего обучения, и машина бы сама обрабатывала и давала. Вот так надо учить, пока я этого не представляю. Хотя, теоретически, это сделать можно, но это будет очень дорого, а здесь у нас, здесь у нас нету, наверное, богатеньких буратин. Татьяна Викторовна, есть у вас несколько миллиардов рублей на проведение сложных исследований, связанных с нейронными сетями? Ага, каждый месяц в виде аванс получил. Вот, 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 вот сейчас мы видим другую картинку, я уже не буду про нейронные сети вдаваться в детали, хотя могу рассказать очень много и свои реальные практики, что это такое. Вот, вот, вот это чистое вранье, вранье, это компания Нюанс, разработчик вот этого виртуального ассистента Нина, то, что вы видите, это пишут они, Татьяне Викторовне стыдно, что она нашла брехню, извините за сленг, 83% клиентов банка довольны, и так далее, для них это проще и эффективно. Да, так я вот скажу, что я в это не верю. Давайте посмотрим, почему. Массовый тренинг и тест это машинное обучение. Вот уже Анастасия Н нам подсказывает, дает нам подсказочку, что это здесь тоже машинное обучение. Виртуальный ассистент для обучения. Но нужен ли он? И коллеги, я скажу сразу, вот где-то 3 или 4 дня назад я написал в Фейсбуке, в моей группе, где примерно 6800 человек, или 700, и Татьяна Викторовна там, и кое-кто из коллег там. Кто хочет разработать бота, бесплатно, на русском языке, без программирования, обращайтесь в личку. Обратилась одна Татьяна Викторовна в личку. Но она на бегу, что это такое боты? Это говорящие программы, роботы, которые отвечают логично на вопросы, на любые вопросы. И еще один обратился, один математик хороший, я его знаю. Все, больше никому не интересно. Боты. Это для преподавателей штука непонятная и, скорее всего, пока бессмысленная. Но из вас, кто хочет, обратитесь, напишите. У нас есть технология, которая по-русски отвечает все, как положено. Робот отвечает на вопросы. Интересно, кто-нибудь спросит из вас, что это такое после вебинара. Пока вопрос, нужен он или нет. Пока мнение такое, что преподавателю это не надо. Он сам живой, он все объясняет. Или понятным языком расписывает все, что нужно от студента. А вот теперь мы там видели пример экспертных систем. Сейчас не буду давать определения. Посмотрим на практику. И так, это, по-моему, не та презентация. Да, это, по-моему, не та презентация. Я сейчас другую загружу быстренько. Татьяна Викторовна, расскажите, Вы создавали такого робота, экспертную систему, которая помогает, которая помогает, да нет, вроде бы, вроде бы та. Помогает, заменяет эксперта. Вот Вы эксперт библиографии. Ну, судя по тому, что Вы ее сейчас показываете, это она и есть. Хотя для меня это большое открытие. Я просто создавала базу по библиографическим описаниям. И у меня задача была облегчить труд и жизнь студентов, особенно тех, которые пишут курсовые работы, оформляют, и научных руководителей, чтобы не искать по бумажным либо PDF-файлам образцы описаний в ГОСТах, листать их, тем более, что не библиографу это достаточно сложно сделать, особенно студент, который с этим сталкивается в период написания курсовой работы. Я захотел сделать вот такую базу образцов по ГОСТу для списка источников. Пока только по одному сделала. Чтобы они могли там быстро найти. Этот вебинар у нас был. А то, что это экспертная система? Этот вебинар у нас был. Смотрим, внимательно анализируем. Я сначала сказал, Патяна Викторовна, соберите признаки, по которым формируется библиографическая запись по ГОСТу. Она по образованию библиограф, прекрасная практика, она сама эти признаки выбрала из разных ГОСТов, не из одного. И вот сформировала перечень критериев. А разработка критериев, это уже одна из задач создания экспертных систем. Эксперт знает, что нужно для описания того или иного явления. Дальше я сказал, заполните эти критерии разными вариациями. Она добросовестно вот эти справочники заполнила. Каждый критерий имеет свое описание. Получается, что ее мозг, ее, точнее, знания о ГОСТах и свое видение, как их правильно применять, и свое знание, она перенесла вот в эти критерии. Она создала экспертную систему. Телегина ушла, а ее знания остались. Вот это вот один из примеров. Вот результат. Когда пользователь выбирает какие-то критерии, ему выводится результат. Здесь он разными цветами специально подсвечен у нее. А, нет, вот это результат, извините. А вот его характеристики разноцветные. Вот это студент должен записать, или ученый, или автор публикации, должен вот так вот писать библиографическое описание в свою статью, в свою публикацию. Вот так, никак иначе. Без участия Татьяны Викторовны. Вот о чем речь. Но это не генератор, это именно образец. Он смотрит так, смотрит свои слова. Это пока не генератор. Но он создает результат, что такое расширенные, я не понял. Михаил Павлович, три типа описания. Полное, краткое и расширенное. Расширенное включили некоторые факультативные элементы из областей описаний. Вот, это у нее разные характеристики. Разные характеристики. Это пояснение для студентов. Это описание. Расширенное и расширенное. Он говорит, не расширенное. Вот интересно, когда два эксперта имеют разную точку зрения. Это крайне интересно. Если бы они соглашались, они или были бы в сговоре, или они оба ничего не знают, или все. А в данном случае, кто-то из них один прав. Вот это интересно. Кто-то говорит то, что знает, другое говорит то, что ему кажется. Должна быть цена. То же, что он знает. Да, знает разное о чем-то. Давайте так. Вот это вот вопрос о характеристиках этой записи в экспертной базе. Мы сейчас оставим на потом. Потому что мы сейчас не по библиографии, а по базам знаний. А это элемент машинного обучения. Элемент искусственного интеллекта. Я не скажу, что это уж такое сложное исследование. Но фактически, друзья, мы видим, что Татьяна Викторовна свое видение, свое знание, какое-то область знаний формализовала в виде характеристик и показателей. И вот это вот мы видим, как осуществляется поиск. Да, Татьяна Викторовна? Пользователь выбирает различные характеристики разных критериев и выдаются результаты. Давайте, если кому-то интересно поговорить об этом, о базе знаний. Мы договоримся и пообщаемся, как это вот работает база знаний. Но мы фиксируем, что она есть и она сделана. Татьяна Викторовна, гуманитарием, база знаний, сделана в бесплатной платформе. Для библиотекарей это сигнал, что, возможно, это тоже интересно по их работе. И, может быть, им надо связаться, как это работает. Кстати, она не просто создала, я и сказал, найдите экспертов, рецензентов, профессионалов, которые вашу базу оценят. Она это сделала, она получила заключение крупных специалистов в области библиографии, чтобы не было сомнений, что это действительно экспертная система с элементами такого вот искусственного интеллекта. Следующий пример, система антиблагиата. Я не знаю, что вы там видите, скорее всего, вы ничего не видите, но догадываетесь, когда... Это платформа Moodle, кстати. Мы не говорим, что она единственная. Есть и другие платформы электронного обучения, библиотечных систем, информационных систем. Ничего страшного, Людмила Сергеевна. Запись, кстати, будет всем. Вот эта система показывает разным цветом вранье, точнее хищение или признаки хищения. Кстати, у нас недавно было по антиблагиату мероприятие. Там был Ирек Анварович с компанией Антиблагиат. Заключено соглашение любой пользователем ЭБС автоматически является системой антиблагиат. Это зарубежная система антиблагиата, но встроенная в систему обучения. Не скажу, что это супер какой-то интеллект, но это то, что помогает оценивать, помогает нам, руководителям, аналитикам, ученым, анализировать качество ученого. Давайте рассмотрим другие примеры, как работает машинное обучение, искусственный интеллект, на практике. Я подобрал, Татьяна Викторовна этого еще не видела, разные трюки, разные хитрые штучки, которые я отношу к элементам, нет, отношу к элементам машинного обучения. Буду отвечать на вопросы сразу, если вы не против, хотя это, наверное, методически неверно, но зато это активизирует участников. Антиплагиат обучаться, я не разработчик антиплагиата, я не думаю, что он сам умеет обучаться, он умеет давать готовый результат. Он обрабатывает его по алгоритмам, четким алгоритмам, по совпадению каких-то признаков, и выдает. Ну, не искусственный интеллект, согласен, по определению Михаил Петрович, согласен, не умеет, но тогда он, скорее всего, относится к экспертным системам, или к системам по формированию знаний, информации. В будущем, да, возможно, будет еще и, только лишь ресурсы, откуда он берет контент. Это не искусственный интеллект, извините за оговорку, но это экспертная система. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот здесь даже, наверное, к вам вопрос. Студент не просто открывает тест. И Татьяне Викторовне тоже. Он сначала открывает, выбирает категории, по которым хочет тестироваться. Вот с методической, с педагогической точки зрения это ценная возможность. Ну, например, курс по математике, или там курс права дорожного движения, состоящий из некоторых тем. И он говорит, я хочу вот пока эту тему погонять, посмотреть. Это полезно с точки зрения обучения. Он сам включает для себя фильтр. Какие темы я не хочу пока даже трогать. Я их не знаю. Преподаватель видит это. У него есть досье на каждого, что вот эти студенты, эти темы вообще не хотят трогать. у него возникает некий интеллектуальный процесс анализа. Кто попал ему в руки, как вообще ведет себя группа. Подумайте, мне кажется, здесь есть элементы интеллектуального анализа. машина еще на результатах. Какие студенты, какие категории выбирают, а какие темы обходят, давала бы еще вывод и давала бы эту информацию преподавателю. Обратите внимание, вот это кандидаты на туда, а эти кандидаты на сюда. Это был бы искусственный интеллект. Когда преподаватели анализируют те же самые данные, машина вам говорит чистым русским языком эту тему студенты не хотят. Они ее не любят. Я открываю анализ элементов в том же модула, смотрю, вот эту тему они все игнорируют, или там 4 человека игнорируют эту тему, и что? То же самое. Причем она мне еще проанализировала бы, дала бы прогноз, вот это был бы искусственный интеллект. причину, причину, почему не любят? Не причину, а последствия, например, к чему это может привести, если этот студент или эти студенты игнорируют эти темы? Вероятностный прогноз развития, вот это был бы искусственный интеллект. А то я что так сижу, думаю, головой, что так сижу, головой, разница какая? Хороший вопрос, хороший вопрос. Машина не знает наши гостандарты, не знает ваше чаяние, ваши требования, но преподаватель знает, что если до сессии а половина группы даже не начинала вот эти темы, они не должны быть допущены, надо срочно бить тревогу, и надо их тормошить, без всякого искусственного интеллекта. Да нет, почему? Зачем преподаватель? И он садится и начинает почты России делать рассылки, уважаемые студенты, а если система сама им будет напоминать? Спорный вопрос, я не настаиваю, я не настаиваю, но в дальнейшем мы увидим, когда машина этих вот отстающих этот весь обоз сама начинает подгонять, идем дальше. Вот, 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 вот интерактивный глоссарий является ли он элементом искусственного интеллекта, вопрос неоднозначный, и я его сюда внес тоже в части рассуждения, но когда в тексте какие-то термины, сами собой высвечиваются, и из глоссария студент видит этот термин, да еще в разных вариациях, это интеллектуальная подсказка, это информационный усилитель, это некий костыль, который, извините за вот это такое слово, но его иногда употребляют, подсказка, подсказывает ему какой-то термин, это тоже элемент подсказывания, вот это, коллеги, адаптивное тестирование, это перевод гугла, не обращайте внимания, удивительный вид тестирования, когда студент обучами вначале делает ошибки, скачет, но со временем машина анализируя, как он отвечает на эти вопросики, вот мы видим пояснение, пояснение, сложность вопросов, а машина меняет сложность вопросов в зависимости от его ответов, и постепенно эта сложность становится тем уровнем, который требуется, при каждом тестировании она подбирает ему, вот она видит, что студент по этой теме, по этому тесту, не готов, она ему дает более легкое, смотрит, как он решает, он опять не решает, она ему еще более легкое дает, адаптивное тестирование, она сама определяет, это надо дисперсию, вот эту уровню легкости, сложности задавать, да, это определенная подготовка, но это вот уже элемент искусственного интеллекта, да, Татьяна Викторовна? Я говорю, вот, вот, вот это вот, 171 сайт в мире, загрузила, вот 144 администратора и поставила на сайт, 16 поклонников, это не так уж и много, хотя тоже, вот этим, которым, тоже вопрос, а почему, потому что преподаватели еще этого или не знают, или они обходятся другими методами, ну-ка, Вася, садись мне на листочки, при мне перерешай свой зачет, я посмотрю, ну и вот Вася, а учитель с ним по 10 раз одно и то же, вот он не готов, он снова с ним занимается, из любви к педагогике, чтобы его не очистили, а это все вот делает машина, и об этом мало кто знает, это чистый искусственный интеллект, следующий, я надеюсь, вы со мной согласны, следующий элемент, я не считаю искусственным интеллектом, но он сильно действует психологически, посмотрите, сколько наград этот элемент, он есть и в других платформах, и в коммерческих, сколько наград, и сколько титулов он имеет, и среди первых разработчиков, Артем Андреев, наш соотечественник, когда я даю возможность студенту в маленьком блочке видеть свое, все расписание занятия на весь семестр, и в нем отмечено, когда он был и не был, в том числе уважительный, неуважительный, в том числе и опоздание, вы не представляете, какой психологический бич бьет по голове вот эта аналитика, он видит, и еще эта посещаемость заложена в БРС, это мощнейший интеллектуальный рычаг, когда я говорю, вот у нас самые лучшие по посещаемости такие, в баллах, это на оценку влияет где-то до 5%, немного, но психологически бьет просто отлично, вот этот вот я его вынес в усилитель учителя, преподавателя, причем делается, применяется очень просто, открывая сегодняшнюю дату, нажал на галочку, у всех поставилась оценка, что они посетили, за исключением Петров, Иванов, Сидоров, они отсутствуют, причем в двух вариациях, уважительно, неуважительно, я знаю, что этот волонтер, этот в больнице, а этот прогульщик, просто вот он на дискотеке загулял, проснул, проспал, все, я тут же все отмечаю, кого нет, значит нет, кто опоздал, и тут же баллы пересчитываются, итоговая оценка, это элемент, вот Татьяна Викторовна думает, а почему она не применяет, да, почему не применяет, или у вас идеальная посещаемость, нет, я думаю, где, это там, где он сидит в служебных блоках, как его настроить, это с очниками, по-моему, даже ролик мой, с очниками, с очниками, это с очниками, с заочниками, что там, да, вот, со списыванием, я не понял, где, наверное, это мы чуть, повторите вопрос, попозже, я не понял, такие плагины, как отчеты, аналитика, я много раз рассказывал, проводил, вебинары, подсказывает, очень хорошая компания, но этот плагин, бесплатно работает, в высеченном режиме, мне нравится в нем, то, что говорит Татьяна Викторовна, можно спрогнозировать, декану, факультета, где будут отчисления, еще в середине семестра, вот, я пытался доводить эту мысль, но деканы, вот, с кем я общался, руководители вузов, как-то не реагируют, значит, я понял, что в России пока, вот, в Америке применяется, в России пока, вообще, системы прогнозирования, и анализа данных, в том числе, и посещаемости, носят такой, вот, формальный характер, как-то там, на сессии, договариваются, с Марией Ивановной, перезачете, она ставит нужные оценки, а все, вне контроля, руководства, поэтому, как-то, вот, не то, в Америке, я изучал их опыт, специально, я же никому не верю, я говорю, покажите, они это, очень, хорошо, видят, держатся за студента, у нас, вот смотрите, у нас тоже цель, удержать студента, верно, коллеги, мы тоже не хотим, чтобы его отчислили, потому что мы тоже теряем, и мы начинаем, что делать, декан вызывает завкафедр, вы же смотрите, там, не отчислять это, по 50%, с кем нам, кто, как мы будем зарплату, завкафы идут, преподаватели, говорят, вы не отчисляете, нам не нужно много отчислений, в Америке по-другому, они видят, что он не соответствует, да, вот он балбес, они начинают на него влиять, через кураторов, тьютеров, кстати, это работа кураторов, чистая, которые заранее просмотрят, и говорят, вы же смотрите, вас могут очистить, чем вам помочь, начинает ему капать, давить на мозг, причем, американский студент, за обучение, ну, в Германии там бесплатно, понятно, а в Америке платят, он думает, я заплатил большие деньги, меня могут очистить, я эти деньги назад, не верну, и вузу, вуз тоже говорит, если мы очислим, мы большие деньги потеряем, всем невыгодны, это отчисление, и преподаватели, все начинают шевелиться, декан говорит, а что это на этой кафедре успеваемость лучше, и посещаемость лучше, что у вас не ходит, может быть там, что вам мешает, одни и те же условия, то есть, они анализируют, вот этот интеллект работает, ну, вроде бы машина, там дает только цифильки, дальше мы начинаем свой интеллект включать, работает колоссально, кроме России, вот вам, пожалуйста, 453 сайта в мире, применяют, вот это вот колоссальный, поклонников побольше, хотя сам плагин платный, если кому нужно, я расскажу про него отдельно, он не всем нужен, допустим, библиотекарю, он может быть неинтересен, но для него-то интересно, что это мощнейший факт, когда информационная система работает, для библиотекаря, может быть интересно знать, насколько они открывают, вообще эти источники, ВБС, мы закупаем, там рекомендуем, составляем списки, они не читают, почему, а у этих читают, вот это может быть интересно, очень интересно, или у этого преподавателя высокая посещаемость учебной литературы, там читают, а у этого вообще не читают, или о чем, в голове все держит теорию, хороший аналитик, очень часто, вот следующий блочок, не скажу, что он такой уж супер интеллектуальный, он скорее всего тоже информационный, но тоже дает пищу для ума богатым, 225 сайтов в мире его применяют, здесь плохо видно, дело в чем, оказывается, они там еще в группе назначают, мы говорим староста, они идут чуть дальше, менторов, вот это отличники, или люди, студенты, которые работают, получают какую-то даже еще надбавку, они смотрят, почему вот эти студенты, плохо учатся, или, почему они по этим предметам хорошо учатся, а по этим, какой-то дисбаланс, может быть там конфликт с преподавателем, я не скажу, что это стукачество, это аналитика, это менторство, даже среди студентов, можете менторами назначать кураторов, групп, да, они смотрят и видят все дисциплины, почему-то вот, идет выполнение в срок, 59% у группы, а у него 43% по какому-то предмету, красным цветом, он отстает от среднего, ментор видит, и задает вопросы, система быстро подсказывает, а следующий элемент, не скажу, что это тоже супермашинный интеллект, Smart Choice позволяет, а, Smart Choice, маленькая мелочевочка, которой мало кто знает, но она очень помогает, где-то добавляет интеллект, многие авторы, в том числе вот Татьяна Викторовна, постоянно совершенствуют свой курс, то додобавят, то другое, то тест какой-то разработают новый, то какую-то картиночку, схемочку добавят, а студент, может быть ждет, может быть уже и не ждет, потому что появляется, неизвестно как, преподаватель, после добавки этого элемента, говорит, я хочу проинформировать всех, и система информирует всех, говорит, ваш преподаватель в таком-то предмете добавил схему, или презентацию, или тест, или еще что-то, под таким-то названием, все тут же узнали, усилитель, Татьяна Викторовна, усилитель для вас, наверное, да, мне понравился, хорошие элементы, интеллектуальные для анализа, анализ корреляции, причем, как для студента, так и для преподавателя, так и для, которые показывают, почему-то у одних преподавателей отличные отзывы по контрольным, курсовым, а у других по другим предметам, другая статистика, то ли там он на взятку пытается их вытащить, и там топчет, их дает там... Пока не дашь хороший отзыв, зачет не получишь, и отзывы будут все великолепные. Или пока, или не получишь хороший отзыв, пока мне там дачу не скопаешь. Почему? Вот у Татьяны Викторовны все рады, отзывы положительные, отзывки высокие. А у Юрия Николаевича систематические группы получают двояки, то ли у них там конфликт, то ли что. Анализ корреляется, очень быстро, вот так вот делается. Родителям невыгодно, а студенту все равно. Ну, насчет студенту все равно, надо подумать, надо подумать. Бывают такие студенты, мы хотим его очистить, но нам не дают. Да, нам не дают, это позорище, нас заставляют, это проблема. Но, я делюсь с вами, вот тут, тут нету проректоров, ректоров, деканов, скорее всего, нету, если есть, дайте знать, но, скорее всего, нету. Но, вот, преподавателю, как Татьяне Викторовне, вот такие штуки, интеллектуальные, дают колоссальные возможности, бесплатно, вот, она, она-то курс использует, другие коллеги еще нет, но дает бесплатно, уникальные возможности, выдавливать из них этот интерес, мотивацию, она у них возникает, ну, не выдавливается, зарождается. Например, аналитика графики, обратная связь, а, значит, вот этот, очень, очень, граф, графики, аналитики, тут, Google, не точно переводит, сейчас, вы знаете, да, Татьяна Викторовна, популярный, популярный. Знаете? Я залезла в эту, в эту, в этот блок, начала смотреть, но там, правда, все по-аглицки, не в русском переводе, поэтому, хотелось бы услышать поподробнее, Юрий Николаевич. Да, 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 я не показываю русский перевод. Что он показывает? Вот некий профессор видит, что в его курсе с зеленым цветом показана динамика, просмотра и выполнение, и просмотра тоже, каких-то элементов курса. То есть, если я оставлю какой-то элемент лекции, например, и не отмечаю, выполнение просто без оценки, она все равно его будет показывать, сколько раз они к нему обращались. Да, да, здесь еще более интересно показывается динамика, ой, я плохо вижу, не знаю, вы видите, давайте-ка, а, он не увеличивает. Да, есть, есть. Вот здесь вот кривая, зеленая линия означает тренд исполнительности. Вот он упал, шло-шло, они выполняли, выполняли в срок какие-то задания, тестовые, письменные работы, просматривали какие-то учебники, какие-то ролики, даже просто должны просмотреть, машины видят, они смотрели или нет. И потом скорость вот эта упала, и сложные задания упали, вот он видит, что у него плохо, вот сейчас у него плохо, контроль над курсом потерян, они перестали работать. Дальше идем. Вот это то же самое, но уже по каждому студенту, количество дней в неделю, сколько он занимался. Многие вузы разрабатывают там критерии активности, платят-то преподавателям за то, что они разрабатывают курсы, потом говорят, а вот вы должны обеспечить посещаемость, сколько ресурсов у каждого в группе, просмотрено, не просмотрено, в динамике. Это показывает система. Если этой системы аналитики нет у декана, у завкафа, у продуктора по учебной работе, то остаются одни энтузиасты, кому-то платят ни за что, а кому-то не доплачивают. Вот этот пример мы с Татьяной Викторовной анализировали, вот эти японские свечи на рынке ценных бумаг, это задание, это статистика пока по всем видам деятельности для преподавателя показывает, что вот это задание, например, имеет большой разброс оценок. Я называю в статистике такое явление, кто влез, кто под рова. Вот средняя, да, большой разброс оценок. То есть, есть отличники, а есть двоечники. Непонятно. Другие какие-то задания наоборот выполняются стабильно. Раз и все сдали с первого раза. Тоже аналитика, я не скажу, что тут думает робот. Тут работают цифры и визуализация такова, что преподавателю легко сразу увидеть, что происходит. Мне нравится, я продолжаю только перечислять элементы, которые относятся к машинному обучению. Вот, про автоинформирование еще один элемент, когда что-то добавляется новенькое. Не буду рассказывать. Вот этот мне понравился, когда вы направлены... А вы этого не видели, Татьяна Абитовна? Не видели? Вы же этого не видели. Комендательные письма и оценки. А сейчас посмотрим. Нет, я по предыдущему. А что? У меня реакция на предыдущий была. Да? Хорошо. Да нет, автоинформирование, но рассказывать не буду, мне это понравилось. Вы интриговали. Не буду подробно рассказывать, расскажу, кому это интересно. Отдаем интригу. Моя задача дать массу того, что я знаю, что мы применяем в общем. А детали, они же не всем нужны. Зачем библиотекарю рассказывать подробно детали? Но зато ему интересно, наверное, интересно увидеть общую идею этой платформы. Вот такое задание, очень типовой случай, студент идет на практику и пока оттуда с практики преподаватель не получит отзыв, да еще с нужной оценкой, не в платформе, а по почте. Может быть, это будет, пока он не увидит, что студент на видеокамеру, на мой телефон, не так вписывается, запишет на видео, как этот тортик он сам создал. Вот он, кто-то снимал, а он его там конструировал или какое-то изделие, ручками создал. Вот это вот подтверждение, что он сам создал, да, он не поставит ему зачетку в эту систему, оценку в эту систему. То есть, у него, преподавателя, на каждую оценку, для каждого студента должны быть доказательства внешние, что он это сделал. Вот, я знаю, Татьяна Витовна занимается социальной работой, да, вот они там проводят практики, где-то ездят, они могут это записать, может быть, даже руководитель практики запишет устно, что о нем думает его руководитель там, да, он говорит, это хороший студент, он даже ничего не пишет, наговаривает, и на основе вот этого ролика вы, как преподаватель, ему ставите зачет. Все честно, все в комплексе, все сгруппировано, на каждого студента маленькое досье, вот его практика, вот доказательства независимые, и вот его оценка. Это и так работает, наверное, но здесь работает более умно, более интеллектуально, вот ведомость, задание, вот оно написано, и все представлено. Юрий Николаевич, вопрос по практике, это касается только преддипломной практики или практики вообще? Да, любой, да, любой. Например, если у вас есть, есть у вас задание, вы ведете предмет живопись или художественная графика, и у вас в предмете необходимо до получения доступа к экзамену представить коллекцию самостоятельно выполненных художественных или графических работ. И они должны быть зафиксированы. А он еще и заочник, а там, мама не горюй, вот эти планшеты тащить на, прежде чем их тащить и вывешивать эти плакаты, там, громадного размера такие работы графические, прежде чем их вывешивать и тащить, сфотографируйте и отправьте на предварительную оценку туда. И пусть ваш куратор там или кто-то на месте скажет, что это вы рисовали, а не кто-то за вас нарисовал. Понимаете? Это я фантазирую. Но я видел, когда вот вешают, потом получают двойки на показах сложных работ, потому что заранее не посмотрели. Вот это мне нравится, интеллектуальная система, я очень люблю геогебру, когда студенту нужно нарисовать какую-то графическую фигуру, какое-то решить уравнение с графикой, с визуализацией. Геогебра это вообще фантастическая вещь. Татьяна Витальевна, это не для вас, это для математиков, физиков, химиков. Нет, ну нормально. Нормально? Вы не преподаете такие штуки. Нет, ну ничего себе. А вдруг пригодится? Нет, вы не преподаете. Это нужно только технарям физики, химики. Вам для эрудиции да, но удивительно, что эту геогебру проверяет робот. Его, как он там чертил, рисовал и поставит ему оценку. Это геогебра. Замечательная вещь. Тоже бесплатная, кстати. А вот это, Татьяна Викторовна, помните, как вот это все шевелилось, социальная активность? О да. Мы, Татьяна Викторовна... Я показала студентам умности, теперь там шевелится, дай бог как. Вот тут, Эльдар Эдуардович, здравствуйте, я вас уже запомнил, о всей практике, или это, о любой, о любой практике... О любой практике, да. Но он, он очень действует тонко и вопросы, пишет по вкладку вопросы. А вот это, коллеги, удивительный модуль, который социограмму, социальные взаимодействия между студентами вырисовывает. Вот это, например, один преподаватель, а вокруг него по одной записи от студентов, получилась такая фигура, где одна точка все-таки чуть побольше. Вот этот студент не один раз ответил, а дважды. И чем, чем крупнее вот эта точка, тем сильнее активность, чем толще вот эти линии, тем выше активность. Межличностная активность. Вот это вот рисует сам специальный модуль, такие социограммы. есть ли здесь машинный интеллект, тоже, наверное, нет. Но есть ли здесь подсказка для ума, моментально показывает, кто с кем, в каких связях, насколько активно находится вот это присутствие. Мне нравится вот это машинное решение. Теперь подводим резюме по первому вопросу. Он занял больше всего времени, я специально ничего не пишу. Я думаю, что мы можем с вами подвести такие выводы. Дорогостоящие, сложные модели, системы машинного обучения, роботообучения, боты, вот эти говорящие роботы, наверное, пока нам не по зубам. Они нам не дадут эффекта. вот эти говорящие роботы, которые, ну не то, что говорящие, они пишущие, хотя есть и говорящие действительно голосом, нам проще пояснить в виде каких-то металлических указаний, расписать какое-то пояснение, и все, и все это прекрасно будет им понятно. Хотя подсказки, вот мы с Татьяной Витровной будем пытаться делать, но это редкий случай. А вот те маленькие интеллектуальные добавления в нашей работе, вот они действительно могут нам сильно облегчить жизнь. Согласны вы, уважаемые коллеги, уважаемая Татьяна Викторовна? Вот эти маленькие... К этому тоже надо быть готовым, то, что автоматически подсчитываете результат, вот эта социограмма на форуме, там уже все готово, только активничай на форуме и все. Но есть маленькие вот эти хитрости, где, как база знаний, например, где нужно вводить информацию, продумывать, то есть это тоже займет время, и поэтому даже выбирая маленькую какую-то хитрость, надо обращать внимание на трудозатраты, на трудозатратность этого процесса. Да, вы строите, да, можно вот можно, но это все требует времени. Они маленькие, но большие. Вот Юрий Валентинович, наш дорогой именинник, подмечает, для студента они, кстати, маленькие, вот он для него это легко, он видит, ему надо думать, у него же другие предметы есть, ему и так сложно, нам тяжелее. и все это нам, каждому, вот Татьяне Викторовне, она за все хочет, даже геогебру хочет, но все ей не надо. Получить консультацию от меня, она всегда может, спрашивает, чтобы, кстати, она нарушает мои советы, начинает без меня что-то брать, экспериментировать, тратить время, оно не получается, потом говорит, зачем вам это надо, сделайте проще, спросите лучше меня, я же ваш консультант, но я представляю, что такие, как она по России, которые что-то пробуют, что-то там ищут читать, без консультанта вот им кто-то сказал, вот геймификация, вот и понеслось, не у всех есть Юрий Николаевич, который вовремя остановил. Не у всех нет, да, еще обостанавливаю, но вот выбрать нужное можно. Теперь про мобильное технологии мы перейдем, но закрываем вот этот вопрос, резюмируем, что вот взаимная проверка, я не упомянул, взаимная проверка, там очень интересная система, там три варианта, три стратегии подведения оценок, жесткая, мягкая, с мнением преподавателя, с мнением больше стороны студентов, там очень тонкие настройки, тонкая интеллектуальная математика. Знать возможности, правильно ставить акцент. Я думаю, коллегам, сотрудникам библиотек, здесь просто очевидный вывод, передавать сигналы своим преподавателям, пользователям библиотек, что можно усиливать свои возможности с применением ЭБС и прочих других систем. Переходим к мобильным обучениям. Модный термин появился еще в 1901 году, а по некоторым данным и даже еще и раньше на восковых цилиндрах записывали голос, тогда можно было записать голос Шаляпина, я помню, где-то было поет на восковом цилиндре, хотя и тексты тоже относятся к мобильным технологиям, но нет, именно вот когда обучение с помощью передаваемого носителя, я посмотрел вчера статистику популярности этого термина мобильное обучение за 5 лет, коллеги, она стоит на месте, нету этого тренда, которым я часто читаю, может вы видите мобильное обучение, мобилизация, да нету ничего подобного, популярность не в России, Россия вообще видите, ничего популярного не происходит, популярно вот Пакистан, Индия, Филиппины, вот эти 5 стран на 5 месте в Великобритании, вот для них мобильное обучение представляет интерес для этих стран, но если сравнить самое ближайшее Google еще, это все Google показывает, ближайшее совпадение этого термина к мобильному обучению, я обнаружил, что глубинное обучение такой термин имеет дикий рост, глубинное обучение, вот на первом месте в мире к этому термину для нас незнакомому стоит Корея с большим отрывом и здесь объяснение такое, что они используют разные технологии, в том числе технологии тестирования, аутентификации, анализа данных, просмотра с помощью мобильных устройств, они раньше появились, там отличная скорость, они это связывают с глубинным обучением с качеством. Да, deep learning, совершенно верно. Мне понравилась Светлана Андреевна академическая мобильность, это не связано с перемещением с одного вуза в другой, с одной страны в другую, как это популярно за рубежом, они там придумали даже академический туризм, то я семестр обучаюсь в Лондоне, семестр в Париже, они так заодно и путешествуют, используя баллонские стандарты, это не та мобильность, мы говорим мобильное обучение в связи с технологиями, а то академическая мобильность. И вот это глубинное обучение используют и мобильное, в чем оно выражается, коллеги. Планшеты, мобильные устройства, смартфоны, я уже вот кручу вот свой, видите, золотой смартфон, который, говорит, пора уже таблетку пить, переносные устройства, даже вот эти пульты Sony, PlayStation, Nintendo, вот это все технологии, все, что можно носить в руках, переносить, компьютер-то обычно стоит на месте, он не относится к мобильным, а все остальное это мобильное. Но, уважаемые коллеги, давайте развеем миф. Это на самом деле разговор не про технологии, а про юзера, то есть про методику, как этому пользователю применять эти мобильные штучки, смартфоны и и прочее. Понимаете, вот Татьяна Викторовна, наверное, хорошо запомнила, что наша платформа и многие другие, они автоматически определяют, фиксируют тип устройства, и автоматически под него подстраиваются. Это означает колоссарный вывод, не надо преподавать или учитель что-то выдумывать и создавать для мобильников что-то отдельное. Любой студент, с любого устройства откроет любой ваш ролик, любой ваш тест, что угодно и выполнит. Да, Татьяна Викторовна? Юрий Николаевич, ну это зависит от того, какая верстка стоит на сайте, как я понимаю. Если стоит адаптивная, то откроет все. Но вот буквально вчера, правда, на HeadHunter стал свидетелем этого случая. Человек заполняет резюме, отправляет, ему возвращают обратно. Опять заполняет резюме с мобильного, со смартфона, отправляет, ему возвращают обратно. В результате дело кончилось тем, что ему сказали, слушайте, ну вы такой тупой, простите уже за выражение, присылайте ваше резюме в файле, мы его отредактируем, модератор его проверит, но за это заплатите 2000. Стали выяснять, почему. Открылись компьютеры, оказалось, ошибка верстки. Там поля, где он не заполнял, либо заполнял некорректно, на компьютере видно, что ему высвечиваются вот эти окошки выпадающие, там исправьте, заполните, добавьте, еще что-то. Со смартфона он этого не видит, на смартфоне этого верстка сделана так, что не видно, поэтому, если мы даже что-то делаем на компьютере под адаптивную верстку, которая потом будет считываться со смартфона нашими студентами, ну, проверьте вы со всех устройств, будет он читать со смартфона, будет он читать планшета, как это открывается, иначе такие вещи будут происходить. Вот эти организаторы, которые не знают, что такое резиновый дизайн, который сам на лету подстраивается под устройство, и нужно было бы написать красным верхом, заполнять только на экране минимум такого размера, то есть на персональном компьютере, не заполнять на смартфон, вот. Либо просто посмотреть, как это открывается. Это надо, вот если ваша технология, это же технари должны делать. Да, если технари и организаторы, они должны честно писать, наша платформа не работает, там и там. Мы вот не пишем, а зря. Прежде чем запускать, протестировать. А мы должны списать, наша платформа работает, на чем попало. Вот и все. Но, все-таки, я бы хотел обратить внимание на юзера, на студента, ну и на преподавателя тоже, что, уважаемые коллеги, они стараются работать все-таки на персональных компьютерах. Или на планшетах где-то, приличного размера, а больше, где-то 12 дюймов и больше. Потому что сидеть, разглядывать вот этих блоков там неудобно. А интересно, схему, книгу почитать, да, книгу еще тоже, но бывают книги со схемами, с картинками. И вот у моих студентов связано это с экономическим, математическим дисциплинами, я выявил, они не любят мобильные устройства. Они хотят спокойно ни в маршрутке, ни в метро, а дома сесть и прочитать лекцию. Знаете, что они любят делать маршрутки с учебным контентом? Они любят слушать наушники. Не портить зрение в метро или еще где-то. Они любят так называемые подкасты слушать. Поэтому я рекомендую записывать аудио лекции. Зачем это? Если у вас что-то не связанное с графикой, просто говорить и рассказывать. Они будут слушать. Кстати, этот плагин я установил подкасты и студенты могут слушать. Вот это да. Они мне говорят, маршрутки куда-то еще читать нет, а слушать да, можно смотреть нет, читать но мы все-таки подводим у нас по времени подведения итогов. Мобильное обучение это моя точка зрения, это миф. А в реальности есть особенности обучения с применением мобильных устройств. Вот я сейчас эти особенности раскрыл. Они технические, организационные, и методические, и психологические. с одной стороны, да, я вот люблю смотреть, что происходит там, да, когда еду куда-то, я люблю посматривать развлекаясь этим, дороги, или когда кого-то жду в очереди, я люблю посматривать. Но систематически обучение там бывает очень редким. Да, есть мобильные функции для сайтов. Вот я тоже только про одну платформу говорю, которые позволяют мне вообще это очень нравится. Появились такие возможности, когда можно открывать сайт или курс без доступа в интернет. То есть сохраняется в нем копия, вот благодаря таким мобильным функциям, и вы со своего телефона или планшета смотрите его даже тест проходите. А когда попали снова в зону доступа, оценки синхронизируются. Фух, интересные такие интеллектуальные возможности, но мы подводим черту, мы предлагаем всем желающим получить сертификат, видеозапись и консультацию или консультацию за вот эти деньги. Всем желающим то хочет. Бесплатно мы рассказали вам и даем вам видеозапись тех моментов, которые на наш взгляд интересны. Почему мы выводим все остальное туда? Мы не уверены, что это всем надо и не стали об этом подробно рассказывать. Мы знаем Татьяна Татьяна Витрина насколько важно получение результата. Не просто прослушать повышение квалификации, а пройти ручками тот ряной процесс индивидуально это работа. Поэтому мы эту цену видим, знаем и оцениваем. Вот наши контакты. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Давайте вернемся к первому слайду. Сумели ли мы объединить машинное и мобильное обучение именно как мягкие навыки? Татьяна Витрина, к вам вопрос. Мы увидели признаки машинного обучения в руках обычного учителя, доцента, преподавателя? Признаки замечены были, но для меня вопросов еще осталось. Пока это не попробую и не пойму как она работает и зачем за 60 минут дать вам все вот вы же любите детально я знаю вашу манеру взять чтобы было все покрутить посмотреть за 60 минут все я не готов это понятное дело а никто и не требует нет для себя просто несколько интересных моментов заметила где это можно применять отдельные моменты даже с теми же ботами которые непонятно еще с чем есть и куда прикрутить и можно ли нужно ли это но уже какие-то идеи начали появляться где это может быть использовано где этого лучше не надо делать про аналитику да уже посмотрели и то что социограмма например та же самая по форумам она уже начала работать на студентов как они реагируют как они среагировали это был супер когда я вам открыла игры нот а мы отвечали на форумах но мы же там активно я гран давайте посмотрим вот игру а кружочки еще плавают это все меняется это же все движется это же картинка то двигающийся у них был шок а почему у нас там николаю никто не ответил игра это вопрос к вам почему николаю никто не ответил вот у вас сейчас есть время до зачета ну вот ответьте кто-нибудь николаю вот сейчас я вам вы иер николаевич видели да первый вариант вот это из социограмм по формам я вам покажу второй вариант что там сейчас произошло это это не паук это тарелка спагетти это тарелка спагетти им понравилось они говорят а что там можно так же как в соцсетях вот просто неформально даже отвечать цитатами из источников на вопрос я говорю почему можно нужно я говорю ваше мнение ваше общение вы друг с другом можете для них это было открытие у нас Тарчан Давидовна с технологиями первый курс я вас понимаю но обратим внимание на вывод Людмилы Сергеевны видите всем этим можно заниматься если основной курс уже готов да вот у Татьяны Викторовны действительно согласна у нее там насыщенность насыщенный курс она сама туда находит контент видео она не пишет но она всякие новинки туда вместо видео она сама приходит на занятия и все рассказывает но на самостоятельно это ее надо снимать кинооператором и публиковать наверное но она задачу обучения решает а вот тем у кого нету этих элементов конечно вот эти курсов тем конечно да но мы можем только сказать вот если вы начнете хоть что-то делать те же тесты ту же посещаемость отмечать это же легко делается ну тесты я не скажу что легко или форумы вот форумы вообще там преподавателю нет нагрузки да Татьяна Викторовна написал какую-то проблемную задачу какой-то кейс и все а дальше поставим задачу вот ответить на вопросы по этой теме вот закрутить их этим вопросом да дальше работает система сама про форумы да они же легкие согласитесь их очень легко применять здесь есть все-таки необходимость преподавателя хотя бы периодически появляться на форуме потому что когда бросил вопросы сами отвечайте они не сразу догадываются что можно и нужно писать комментарии друг к другу то есть какая-то активность со стороны преподавателя должна быть все равно на форуме но конечно это менее трудоемко чем уважаемые коллеги мы благодарны вам за вашу активность за понимание тех направлений о которых мы попытались сегодня раскрыть мы хотим попросить вас сформулировать то что вас интересует те темы которые вам интересны сообщать что вас волнует да мы видим что нету единого стандарта кому что надо кому-то больше нравится вот это кому-то вот это кому-то как Татьяне Викторовне ну все нравится даже математический блок давайте задавайте вопросы обращайтесь к нам компания Директ Медиа готова вашим организациям вам лично пойти на встречу дать какие-то советы рекомендации повышение квалификации приходите к нам еще у нас скоро следующее интересное мероприятие новый вебинар смотрите наши рассылки у нас для библиотекарей молодых ученых из Академии наук РАН будет интересный спикер давайте встречаться давайте решать наши вопросы сообща спасибо за участие Татьяна Викторовна вам спасибо что вы были с нами к библиографическому описанию это отвечала почему-то Михаил Павлович она у меня ответилась в общий форум хорошо если вопросов нет так да Татьяна Викторовна вам слово на мне в завершении хотелось бы завершить выступление немножко перефразировав фразу уважаемого Юрия Валентиновича которого очень хорошо в конце сказал это неизбежно по поводу сегодняшней темы да это неизбежное будущее ну коллеги да не у всех есть возможность прямо сейчас реализовывать эти возможности в своих курсах но знать о них необходимо потому что еще раз процитируя Юрия Валентиновича это наше неизбежное светлое будущее наверное да поэтому познакомиться сегодня с этими возможностями было полезно интересно впереди у нас еще много интересных тем и сегодня мы кстати одну из них уже немножко коснулись как вовлечь как заинтересовать уже начали постепенно к ней переходить да если не ошибаюсь у нас один из следующих вебинаров Юрия Николаевича должен быть так что продолжим следующий раз моя точка зрения немножко жесткая мы отстали для многих за рубежом это уже прошлое мы мы пытаемся тихонечко еле-еле догонять вот на этой на этой радостной минуте я заканчиваю наш вебинар не будем отставать давайте догонять всего доброго вопросов нет всем спасибо до свидания до новых встреч до новых встреч